На рекультивацию всех свалок в России потребуется около 1 триллиона рублей. Такое заявление на прошлой неделе сделал спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов. Ай, прелесть какая! Триллион нашим чиновникам понадобился. Чтобы вы понимали, сколько это? Половина бюджета Москвы, а Москва на минуточку, крупнейший город в Европе, если Стамбул отбросить, и самый богатый, кстати, а еще ровно столько триллион. В смысле, Минфин России в сентябре прошлого года потратил на спасение всей банковской системы страны. Тогда, помните, жестко лихорадило частные банки, Югра, Открытие и многие другие. И вот, чтобы не повторился 2008 год, правительство наше в режиме ошпаренной кошки бросилось искать эти бабки. Так это на то, чтобы спасти от кризиса всю финансовую экономику России. А сегодня выясняется, что на уборку мусора нужно столько же. Красавцы, что тут еще скажешь? Начинаем. Причем самое забавное, знаете, что я вам об этом уже рассказывал. Одна только Москва в 2015-м заключила 9 15-летних мусорных контрактов общей стоимостью 140 с лишним ярдов. Мне почему-то казалось, что в эту сумму должна включаться не только процедура вывоза ТБО из столицы твердых бытовых отходов, но и их сортировка, утилизация и бла-бла-бла. Нормальная утилизация. Не просто в лесу под каким-нибудь Волоколамском всю эту дрянь вывалить и уехать, а действительно выстроить какую-то логистику. Оптимизировать весь процесс, сделать его максимально безопасным с точки зрения экологии и здоровья людей. Иначе, простите, за что такие бабки бюджет заплатил? А теперь выясняется, ой, ошибочка вышла, нам бы еще триллиончик. В условиях вот этого фактического кризиса с отходами у нас появляются очень приличные современные комплексы по переработке мусора, которые не уступают, в общем-то, аналогам в Западной Европе, в Японии. Там абсолютно современные технологии, много оборудования еще иностранного используется. И на эти комплексы даже экскурсии детей водят. Подождите, подождите, я что-то пропустил. У нас есть очень приличные современные комплексы по переработке мусора, сами слышали. Чибис только что сказал вопрос, а где они тогда, комплексы эти? Почему жители Волоколамска о них не знают? Или Торбеева, или Балашихи той же, какого шаражна люди к Путину обращаются, мол, дядя Вова, помоги, задыхаемся. Вопрос номер два. За каким тогда нужен дополнительный триллион рублей? Ведь комплексы-то есть. Современный зам федерального министра похвастался, а пропагандисты показали все это дело всей стране. Даже экскурсии детей водят. Ах, вон оно что. Оказывается, экскурсии туда детские водят. То есть это как бы не совсем комплексы, а что-то типа музеев. Ну, теперь хоть все на свои места встало. А это реальная журналистика. Гиб-гиб, ура, поехали. В Госдуме опять отжигают дежурные весельчаки Мизулина и Милонов, которые для меня вообще большая загадка, как в эту Думу пролезли. И которые уже год, если верить порталу правового аналитического центра, носятся с идеей одного замечательного законопроекта. Никогда не догадаетесь какого. А данные борцы за нравственность решили подумать над созданием нормативного акта, который регулировал бы личные отношения россиян. Особое внимание в проекте документа планируется уделить сексу на первом свидании, а точнее аморальной и бездуховной стороне обозначенного выше момента. Если совсем коротко мечтают, господа, запретить интим малознакомым между собой людям, далее приводится цитата из Мизулиной. Разве может возникнуть крепкая, здоровая семья у пары, которая спустя несколько часов после знакомства предалась тому, что дозволена лишь очень хорошо знающим друг друга людям? О каких глубоких чувствах в данном случае может идти речь? Как правило, подобные вещи происходят в результате алкогольного воздействия либо расхлябанности. Я не знаю, как это комментировать, потому что тут, наверное, все-таки нужен психиатр. Вот выступал же в свое время кто-то с идеей проверить всех госслужащих на ку-ку с приветом. Че до конца-то дело не довели? Ладно, не суть. Мне очень хочется понять другой момент. Каким образом авторы идеи нарушителей выявлять собираются? Ну и какое наказание для такого рода преступников? Да че там преступников, террористов? Законодатель планирует предусмотреть. Коллеги мои по этому поводу уже стебутся. Видимо, пишут какие-то специальные талончики людям придется получать в госструктурах. Возможно, появится такой вид документа, как карта свидания. Идешь ты такой по улице с девушкой. А навстречу полицейских патруль карту свиданий предъявите. А разрешающий талон на данную совместную прогулку имеется? Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова. Ну и на десерт. По мнению авторов смелой идеи, первые интимные контакты между встречающимися могут случиться не раньше, чем через 7-8 свиданий. Приблизительно через 40-45 дней после знакомства. А если вы дотянули до 10-го свидания, то государство покроет часть расходов по его проведению. Маршрутку, видимо, оплатят. Вот никому сейчас не адресую следующую фразу, но есть у меня, знаете, любимая поговорка. Он наполовину идиот, и это лучшая его половина. А вообще очень хочется верить, что это просто апрельская шутка от слуг народа. Дальше. Не менее веселая история прилетела из Ярославской области. Есть там такой поселок Барок с населением 2000 человек, имеет статус Наукограда. В Барке находится и функционирует НИИ биологии водохранилищ, а также геофизическая обсерватория, которая занимается мониторингом состояния электромагнитных полей Земли. Оба предприятия являются структурным подразделением Российской Академии Наук. Короче, живут и работают в этом поселении не какие-то депутаты, а люди, которые по-настоящему пользу родине приносят. Но однажды в поселок пришла тетенька по имени Неприятности в виде чинуш, которые провели в Барке, вот сейчас будет красивое слово, оптимизацию, в результате чего была закрыта единственная больница. Теперь ученые вынуждены ездить на прием к врачам, если что в райцентр, а это 40 километров, но рассказать хотел не об этом. Понятно, люди забили тревогу, у многих дети, да и работа такая, что просто не встанешь и не уйдешь, однако достучаться смогли лишь до моих коллег с НТВ. Те, в свою очередь, сделали по этому поводу запросы в соответствующие ведомства. Ребята, а дальше сами смотрите и слушайте, потому что я об этом без смеха рассказать не смогу. Комментировать ситуацию нашей телекомпании официально в Федеральном агентстве научных организаций, сокращенно ФАНО, не сочли нужным. Ограничились только эмейл-перепиской. А на прямой вопрос, как в Барке должна быть организована медицинская помощь, ответили более чем лаконично. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, всего вам доброго, с уважением, пресс-служба ФАНО России. Кстати, чуть выше забыл сообщить, ну, про то, что больница ближайшая находится в райцентре, в 40 километрах от Барка, я сказал, проблема в другом. Добраться до того райцентра можно исключительно рейсовым автобусом, если машины нет, а у многих нет. Сами догадываетесь, наверное, сколько ученые зарабатывают. Вот только ходит тот автобус, внимание, целый один раз в день, ляпота. Вы представляете, вот сейчас добраться на автобусе со сломанной ногой, чтобы сделать рентген? Это смешно. Для этого надо нанять машину. Нанял машину 800 рублей, не меньше. И у нас получается, допустим, чтобы туда-обратно съездить, полторы тысячи рублей со сломанной ногой. У меня только два слова в качестве резюме. Это Россия. Зато в Сирии мы большие молодцы. И это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезных, интересных, а заодно и веселых историй. Заходите, не стесняйтесь, порадуйтесь за нас, за всех. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok